привет и вам друзья на что меня зовут саша это канал в вязании не только вязание мы все еще продолжаем быть на отдыхе вот у нас осталось на 4 дня что ли сегодня 31 августа и третьего мы улетаем может я конечно херово считаю но я думаю что вы поняли вот значит что собственно говоря вот как раз только что вышел предыдущий влог здесь кстати хороший интернет очень быстро загружается даже быстрее чем дома вот на самом деле это не может не радовать потому что в отелях обычно ну как бы на всякие там соцсети нормальный интернет как только начинаешь это загружать все кошмарка катастрофа и аларм вот в общем все подключилось я уже который раз замечаю что если раньше на отдых я брала ну во-первых были можно вылетать минска на мягко говоря мы брали допустим там чемодан какие-то наряды и так далее да когда я была совсем прям помоложе я брала каблуки естественно какие-то платья что там еще вот и потихоньку потихоньку это все сошло на нет вот и когда у тебя портфель у тебя ограничено количество багажа естественно ты тоже думаешь чтобы это было универсально чтобы это было удобно и так далее вот и я каждый раз думаю что вот мне не то что типа с каждым отдыхом становится все пофиг но ты как будто чувствуешь себя намного более расслабленно возможно потому что мы много где были возможно потому что разные как бы страны и ты видишь как одеваются или там не заведу себя европейцы британцы и так далее по британцу у меня конечно много вопросов но это как бы разность нашего менталитета да нет смысла сравнивать это все равно будет глупо вот в общем короче и с каждым отдыхом в общем я беру все меньше и меньше одежды меня всего меньше и меньше вообще она заботит ну конкретно в путешествии вот все должно быть удобно и все должно быть хорошо сидящие ничего не там не до вещей не так далее да и тогда просто вообще вообще идеально у меня в этот раз одно платье всего лишь я взяла такой атласный костюм потому что он очень инверсальный одна рубашка но все шорты майки три купальника в купальнике провожу больше времени вообще на отдыхе вот и обувь кроссовки шлепанцы и босоножки вот все удобное все комфортное все не супер новое потому что новое это вечно мозоли какие-то и всяко вот это я просто к тому что я иногда смотрю на людей которые приезжают на отдых они там а кстати в этот раз я даже не брала тушь для ресниц я взяла только гель для бровей все что я взяла короче мне кажется это знаете как это признак признак того что мне уже это ничего не надо вот не потому что я лентяйка просто потому что действительно я понимаю что в этом ну как бы нет смысла дома можно и намазаться дома можно и каблуки одеть и все-все-все в этом просто нету смысла на отдыхе вот поэтому как это если вдруг вы загоняетесь что надо там какие-то наряды менять то не загоняйтесь вот вы едете в первую очередь на отдых понятно что если это какая-то там командировка бизнес-встреча или у вас какие-то там званые ужин и мы вот который раз уже пришли смыла с лёшей к выводу что нам очень нравится простые отели вот потому что ты можешь ну как бы быть собой тебе не надо там выпендриваться да там что-то собираться и так далее потому что я например вспоминаю свои поездки по работе в турецкие пятизвездочные отели это конечно просто просто можно сойти с ума там типа на ужин в этом нельзя только цвет такой каблуки обязательно костюмы мужчинам обязательно такой камон 27 градусов на улице кой блин костюм шоу а чё вы но есть определенный дресс-код кому-то это нравится мы понимаем что нет даже если мы выбираем супер там какой-то респектабельный отдых отель то это все равно должно бы что-то простое для того чтобы не заниматься чепухой вот короче решила поделиться с вами ум выключениями своими возможно кому-то это нужно услышать или просто вы возможно также как и я приходите к этому потихонечку выводу вот но вообще конечно каждый раз влог из поездок примерно одно и то же я хочу сказать что пожалуйста путешествуйте да сейчас это не так просто но это еще более ценнее чем когда у тебя весь мир открыт и ты такой так сегодня я поеду в рим завтра я поеду в париж и все это да из своего города вот сейчас конечно это все сложнее да весь путь у нас до майорке за это я по вам рассказывал занял 33 часа вот семь с половиной часов мы стояли на границе на данный момент это и так очень даже неплохо учитывая что люди стоят по 12-16-18 то в принципе очень даже неплохо так что на следующий включения всем привет друзья что едем мы на фарментор поснимаем может у меня облепил какие-то порщелыги в общем должно быть красиво так что поснимаю у нас утро свет конечно тут кошмар в коридоре в общем давайте смотреть смотрите какой фикус у меня такой растет на окне хилый дохлый какой-то задохлик типа вот как вот эта маленькая веточка здесь вот такое вот огромное дерево и такие фикусы по везде но они на самом деле не только на майорке они очень много где в южных странах короче вот такой вот огромный фикус это просто дерево приветики вам еще раз ребята в общем короче фарментора не будет в общем сегодня у нас воскресенье и сегодня какой-то там алькудия маркет по моему общем ощущение что все едут туда во всем три автобуса мы пропустили потому что мы просто тупо туда не вбились водила маша типа фуль 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 это значит полностью загружен вот и все короче какой-то честно говоря кошмар и муж расстроился естественно но это южные ребята это вообще к этому надо быть абсолютно готовым потому что у них вечно все через одно место мы уже ли слушаем нам во вторник получается уезжать в аэропорт а это по сути тот же маршрут этого автобуса автобус другой на маршрут тот же тоже грез поскольку нам чтобы в два часа типа выехать во сколько нам 8 утра из дома что ли выходить чтобы добраться в общем короче мы так стрессовали в хорватии потому что мало того что едут они ужасно ну в плане не быстро во вторых во вторых кто как хочет приезжает в общем короче а вы что если честно и сбоку бантик вот поэтому если вдруг вы ни разу не были в южных странах и вы такой же любитель точного времени как мой муж который естественно планирует все друг за другом то просто наберитесь терпения потому что тут это просто кошмар с точным приездом точным временем и все расписанием так что мы идем просто гуляем город раз мы не уехали в этот самый ферментур поэтому пойдем гулять в город у нас не пасмурно хоть и 28 но пасмурно да дружок вот . тетик кому тюська вот в общем короче поэтому решили просто пойти вы гулять в город раз уж собрались уже вышли вот сейчас вроде бы до нашего отъезда будет такая пасмурная погода в районе 28 26 вот но на самом деле даже и хорошо потому что уже немножко солнце в общем подпекло на знатно вот так что мы хочется немножко погулять тоже ездил в саму пальку на футбол вот и ездил в алькуте вот но мы сейчас просто пойдем погуляем вам поснимаем смотрите какие красивые дома у самих испанцев вела на несколько семей бугенвилье или как она там по моему бугенвилье исправьте меня си я не права вот куча зелени очень классная когда была маленькая мы ездили в болгарию мы вот снимали такой дом хозяев и мы типа жили грубо говоря вот здесь была наша комната вот там жили хозяева и так далее мы вот ой и двойной двойной чих в общем короче очень красиво я смотрю каждый такой знаете по-своему раскрашен везде все цветет фрукты ягодки цветочки красота не пришли мы до конца нашего тупичка так называемого классно реально классно сейчас я так пасмурно видно хорошо вот там вот порт порт дель куде и вот здесь вот красота еще по нашей уже сложившейся традиции вот сердечко самое последнее купили в пандоре я собираю коллекцию с путешествий вот потому что минске есть не вся коллекция и есть шармики пандоровские которые только в странах соответственно по странам делятся и в общем вот такое вот простое но очень и практично и кажется очень стильная напоминание о том что испания классная майорка в частности классная вот вот это сердечко из италии у меня все остальные белорусские но вот мне очень нравится вот такие всякие подвесные но они очень быстро отбиваются поэтому вот такие вот кругляшки или какие-то такие штучки это более практично так что короче сувенир маленький привезу домой я хотела сумку но тут конечно честно горе шалабас на шалабасе поэтому них смысла здесь покупать можно в минске спокойно сходить на шоппинг так что на одно сердечко мой браслетик стал богаче вот это я понимаю спортивные люди красота красота на пляже просто акваэробика даже не в отеле ну что ребята всем привет вот и закончилось наше путешествие ну если как закончилось путешествие на майорке у нас еще предстоит путешествие домой вот это часа через два с половиной у нас будет вылет до каунаса и потом соответственно мы ночуем в каунасе вот и завтра с утра мы выезжаем домой вот ну поэтому а там уже как карта даже в общем мы в аэропорту майорке оказалось очень огромный аэропорт просто какой-то хаб амстердам и барселона мне кажется нервно курят здесь очень большой аэропорт 4 терминала мы сюда когда прилетели просто шли бесконечные какие-то коридоры бесконечные тоннели и все-все-все вот значит поэтому короче что могу сказать в общем все отлично все хорошо отдыхом очень довольны честно говоря даже я сказала что очень неожиданно но вообще ну как-то не то чтобы неожиданно но я бы сказал приятно и вообще неожиданно что нам так понравилось даже захотелось вернуться если честно вот и это конечно не может не радовать нам что у нас тут побывает редко что хочется вернуться в одно и то же место вот поэтому в общем все буду отключаться буду рассказывать как и что по нашему путешествию расскажу сколько времени занялось да у нас заняло путешествие 33 часа от дома то соответственно ну вот заселение в апартамент на майорке поэтому посмотрим вангуем да сколько будет время у нас на вангуем да Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Привет, друзья! Ну что, в общем, мы уже дома. Уже, получается, даже какой-то следующий день. Вот вчера мы, честно говоря, очень быстро проехали. За 2.45 мы прошли две границы. Это как в лучшее вообще время. Ну, как практика показывает, туда, в общем, самое трешнятина, обратно, вроде как, полегче. Но это не всегда, естественно. Вот, ехали мы через Каменный Лог по Гран-переход и в Каунас. Ну, из Каунаса мы выезжали. Но это как бы не суть. Можно из Вильнюса и так далее, потому что по Гран-переход, естественно, граница, точнее, одна и та же. Вот, так что все, выспались. У меня сегодня уже первый рабочий день. Ну, точнее, я и в отпуске как бы так это работала. Вот, но, тем не менее, сегодня, короче, первый рабочий день на удаленке. Вот, пока тут у меня, значит, обед. Я решила чуть-чуть к вам подключиться. Потом не знаю, что там и как там будет по настроению и времени. Завтра в офис. Завтра у нас пятница. Вот, поэтому, короче, в общем, входим в рабочий ритм полноценный. Так, давайте, значит, покажу, что у меня тут связалось-навязалось. Я, по-моему, вам не показывала свои продвижения. Так, значит, так, это мои отпускники. В общем, это пропитанные испанским, значит, солнцем. Значит, я вам показывала, что брала вот такой вот моточек. Это Millen White Puzzle. Очень многим в Инстаграме понравился этот моток и как выкладывается носочка. Я не могу сказать, если честно, что мне дико нравится. Сначала, когда я начала вот здесь вот вязать, я вообще подумала, что факир был пьян и фокус не удался. Потому что, ну, это какой-то, знаете, ну, вот вообще вот просто реально носки-дураки в прям полноценном их проявлении. Хоть я и люблю носки, ой, я забыла кольцо одеть. Хоть я и люблю носки-дураки, но эти какие-то прям совсем дураки-дураки. Но вот сейчас вроде я уже более-менее привыкла. Мне кажется, у меня уже глаз привык ко всем вот этим вот, этим фейерверкам каким-то, каким-то непонятным, в общем. Но вот эта расцветка для меня это осень. Вот, мне кажется, что она как раз-таки действительно такая осенняя, да, здесь есть, в принципе, все, что присуще осени и неба, и желтая листва, и красные какие-то закаты, мне кажется, и вот эти вот крапки, да, это когда и листья, и где-то какие-то ягодки, и что-то еще. Ну, в общем, короче, для меня это супер осенняя такая расцветка. Значит, что? Получается, я, по-моему, вам показывала, что я где-то вот так, что ли, отвязала. В общем, в самолет я садилась вот на вот этом синем моменте. Значит, мы летели 3.20, у нас там задержался рейс, туда-сюда, что мне так спать хотелось, а потом я думаю, не, я сейчас посплю, потом вообще буду, настроение будет убивать. Думаю, надо мне этот повязать. В общем, короче, в принципе, я, получается, вот от сих, и, наверное, где-то вот, да, сих примерно провязала за чуть меньше 3 часов, где-то 2.40 примерно, потом уже я с ребенком тусовалась, он там сначала спал, точнее, нет, он не спал, он мультики смотрел. В общем, пока он смотрел мультики, вот я вот это вот дело, в общем, само вязалась, если честно, как будто бы я вообще не поняла, как это связалось. Вот, значит, мне нравится, вот здесь вот пряжа вначале была тонковата, потом она стала утолщаться, в общем, и от цвета зависит, да, именно от покраски зависит толщина пряжи. Вот, но мне нравится, мне тут осталось, на самом деле, на счетчике у меня сейчас, это не то, 93, что 93, непонятно, где-то, короче, я профуфунькала свой счетчик, ну, ладно, короче, где-то, где-то я его потеряла. В общем, там осталась совсем ерунда, мне кажется, буквально несколько рядов, и можно закрывать мысок, и это будет полноценный, там, типа, 38, 40, может быть, даже чуть больше. Вот, так что, короче, я довольна, как написала мне моя подписчица в инстаграме, на высоте и вяжется быстрее, я говорю, да, нету силы сопротивления, в общем, все, скачет побыстрее. Короче, значит, давайте на всякий случай, это Милен Вайт Мит Алоэ Вера, Алоэ Вера, если честно, я как-то не очень почувствовала, но, тем не менее, пряжа прикольная, приятная. 6,129 цвет, и здесь 75 на 25, все как положено, 100 грамм на 420 метров. Значит, вот этот вот, это я сейчас надеюсь, что закончу, вот здесь я просто хочу поменять спицы, бесит меня эти спицы, воняют, и почему-то плохо скользит, не знаю, то ли, может быть, потому что я была на отдыхе, то ли что, не знаю, в общем, влажность, может быть, как-то, но что-то вообще, блин, еле-еле, вот здесь, ну, как будто застревает, может быть, дома сейчас будет получше, я попробую, но бесит меня запашок, честно говоря. Вот здесь надо будет пересчитать, потому что что-то у меня тут на счетчике рядов, 93 ряда, но это какая-то брехня, если честно. Вот, хотя, расцветка мне тоже очень нравится, мне кажется, когда носочки вот так вот распострятся, на ножке будут очень-очень красивые, плюс я хочу еще вот так вот их по этому, чтобы они сборочкой шли. Так, значит, вот такая вот красота, это, 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 вот эта пряжа, Lines Do Nord Paint Gradient Sock, значит, 13 цвет, очень красивый, здесь 75 на 25 этот, как он называется, боже мой, Меринос, Меринос и Нилон, 100 грамм, 420 метров, в общем, все по классике, все это, это, это вот, так, значит, это что касается носков, значит, дальше, давайте я напомню, что у меня тут еще вяжется, значит, у меня вот этот вот мой кардиган, да, я его, естественно, с собой не брала, хорошо, что не брала, потому что было очень ограничено место, честно говоря, в этот раз, вот, но тем не менее, сейчас буду с удовольствием его, значит, продолжать, значит, вот такой вот кардиган, на всякий случай, давайте я напомню пряжу, это уже, мне кажется, многие забыли, это Ярнар Деним Вождь, значит, здесь 80 хлопок, 20 акрил, 50 грамм, 130 метров, значит, цвет 922, очень красивый, черный с проседью, такой черно-седой, я бы сказала, вот, у меня 10 мотков, значит, и это будет кардиган с круглой горловиной, в общем, такой относительно по фигуре, да, скорее всего, это не будет оверсайз или как-то супер там со свободой облегания, наоборот, хочу такой, знаете, немножечко в стиле, ну, нет, конечно, не Coco Chanel, но, в общем, что-то, что-то очень а-ля, очень а-ля, вот, я уже начала здесь делать дырочки, значит, вот дырочка, и сейчас буду делать дырочку, единственное, мне кажется, что я знатно затупила, что-то я сделала китлевку, получается, и вот здесь вот по, как это называется, по планке, вот, и получается, вот эта вот штука выезжает, я думаю, что я потом, возможно, возьму крючок и обработаю вот здесь вот, или, может быть, айкорд сделаю, ну, как-то попытаюсь нивелировать, но мне кажется, это я что-то, реально, я знатновато затупила, надо было вот до сюда делать айкорд, здесь просто продолжать планку, но хорошая мысля, как известно, приходит опосля, я уже переделать ничего не буду, потому что что-то медленно он вяжется, а уже, в принципе, скоро его можно будет и носить, вот, но, в общем, если вы знаете, как это нивелировать, вы мне, пожалуйста, напишите какие-то лайфхаки, возможно, не знаю, какие-то еще способы, может быть, даже со ссылками на, не знаю, какие-то вот полезные штуки, я с удовольствием послушаю, потому что я же говорю, что я что-то, мне кажется, в кардиганах я давно не делала ложную кетлевку, и вот мне кажется, что я, этот, как он называется, что я, что я, что я, что я, что я немножко неправильно сделала, ну, с другой стороны, вяжу для себя, ничего страшного, может вообще какую-нибудь такую прикольную, как-то это обыграть, ну, в общем, подумаю я, короче, вот, так что буду вот это вот дело продолжать, это у меня второй моток, пошел, так, значит, это есть, потом голубой кашемир я не вязала, не продвигала, вообще не буду показывать, чуть попозже вам покажу, вот, и, значит, я тут принесла свои запасы мериноса, которые у меня есть, значит, у меня, я просто не хочу разрывать пакет, потому что очень удобно лежит, значит, у меня у ребенка, получается, осенняя шапка был из как-то Мерина Кот или Коттон Мерина от Инфинити, значит, и я что-то по дурноте своей постирала в машинке, и, конечно же, там все нафиг село, шапка и снуд, поэтому мне надо обновить ему шапку и снуд, в общем, я думала скомбинировать, потому что я люблю всякие-то комбинированные шапочки и снуды для него, это как-то и живенько смотрится, и, ну, прикольно под много одежды подходит, в общем, я думала, может быть, и мне есть смысл вот эти вот четыре мотка задействовать, допустим, там зеленую сделать шапку вот из этих двух мотков и снуд, соответственно, тоже скомпоновать, вот, либо я думаю, что, может быть, вот у меня есть еще вот такие вот, мне девчонки дарили в этом самом, значит, в подарках, и это Астра Мерина Лав, значит, вот такой вот темно-зеленый цвет и вот такой вот серый, я еще думала миксануть вот с этим вот, потому что это все, у меня Лана Гата Супер Софт, а вот это вот Макси Софт, вот эти вот два оттенка, голубой и серый, а эти Супер Софты, вот, поэтому, короче, если честно, я не знаю, как лучше сделать, что-то я, что-то я, вот это, это с Макси Софт, это такой бежевый, чуть-чуть с пудрой капелюшечка, ну, в принципе, он тоже, мне кажется, можно его смело миксануть, вот, поэтому я думаю, что, может быть, вот этот вот, например, как-то разбавить, да, или взять еще серый и вот связать шапку, просто тыковку обычную, да, чтобы он, ну, просто уши прикрывать, и снут тоже, чтобы на ветровку можно было одевать, потому что у нас это такая система, как это, одежды, да, головных уборов, аксессуаров, она действительно прижилась и мне нравится, то есть, как бы это удобно, практично, это не жарко, это не парка, и, ну, как бы, в общем, мамино сердце спокойно за ребеночью уши, поэтому, короче, в общем, как вы считаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как бы вы миксанули, или вот эти вот два цвета таких супер осенних, или вот эти вот между собой, потому что у меня ребенок, в принципе, всеядный с точки зрения цвета, ему идет, мне кажется, абсолютно все, вот, у него такие серо-голубые глаза, русый он у меня парень, ну, в общем, короче, не знаю, мне кажется, эти все цвета ему подойдут, вот, поэтому мне будет интересно почитать ваши комментарии, как бы вы миксанули, как бы сделали, или там, не знаю, допустим, там шапку вообще одного цвета, снуд другого, например, эта шапка, это будет снуд, и вот, как бы, чтобы они, не миксовать два цвета именно в одном изделии, одно такое, одно такое, и уже дальше там, да, по ситуации, вот, в общем, короче, хочу узнать ваше мнение, напишите мне, пожалуйста, мне будет действительно очень-очень интересно, в общем, все, к этому часу пока что все, отключаюсь, завтра, надеюсь, подключусь.